Флоксы, в общем-то, нет такого большого разнообразия. Они белые, розовые, бордовые в этом направлении. Есть только флокс весенний, который с голубой окраской цветка. И у дернового флокса есть голубоватые цветочки. Но проблема в том, что они очень сильно инфицированы вирусными болезнями. Желтуха, потом нематода сильно повреждаются. Дело в том, что эта культура в основном с Северной Америки, то есть тоже не из нашего климата, и она как раз у нас очень сильно повреждается. Поэтому нужно свои обороты соблюдать. А у любителей очень часто они по одному и тому же месту сажают. То есть там вирусная инфекция накопилась, там накопились нематоды. И потом часто говорят, что вырождаются. А дело в том, что флоксы образуют семена. И они самосев получается. А из семян растение всегда сильнее, чем вегетативно-деленное. И в кусте прорастают семена, и вдруг расцветает бледно-розовый, хотя был бордовый. А бледно-розовое – это более сильное растение. Оно выживает бордовое, и у человека получается розовый флокс, размноженный самосевом. Флоксы, примулы, остильбы – это лесные растения. И, наверное, кто наблюдательный, они видели, что в лесу листья падают все время, каждый год, и корневища закрывают. Мульчаток, естественно. И так растение и приспособилось. У него корневище все время поднимается вверх. А мы что делаем? Все время от растения отгребаем, отгребаем, отгребаем. И получается та основная часть корневища, на которой почки закладываются, и должно растение расти, оно оказывается на галии. А вот корневище у него кочкой получается. И вот эта почка заложилась, у нее новые корни образуются, и они повисают в воздухе. А в лесу-то их листья закрывают, и они новые корни в листьях, в опаде в этом образуют. Вот за счет этого мы… В лесу, если долго, может на одном месте расти, поэтому… А в своих, в дачных условиях просто можно выкопать, поделить и заглубить корневище. Мы и омолаживаем, и углубляем корневище в почву. За счет этого больше, да потом будет лучше развиваться. Остильбы не вымерзают и не выпривают. Чаще всего они погибают, я как уже сказала, от того, что они становятся старым корневищем и кочкообразным. То есть его нужно поделить и углубить в почву. Как раз вот июльский период цветения, они сочетаются замечательно с ирисом мечевидным. И декоративные листва у них начинаются уже с весны. Есть листья, которые бордовые, буроватые листья, салатовые. То есть уже весной какой-то узор из одних листьев отрастающих получается. Затем они тоже разные по сроку цветения. Вот там дальше, наверное, вы видели, ранняя группа уже цветет. Это фанал, пичблоссом, кёльн вот эти, низенькие, они уже зацветают. А потом средняя группа по сроку зацветения, потом поздняя. За счет этого на весь июль растягиваются цветения. Они замечательны в композициях, в букетах к розам, замечательны. По окраске они разнообразные, розовые, сирене, бордовые, белые. И по форме цветка очень соцветия интересные. Есть плакучая форма, ромбовидная, метельчатая, ромбическая. То есть на все вкусы, кому что нравится. В уходе она аналогична, как флоксу. Опять я никогда не забываю повторять, что лесное растение. И сразу понятно, как. Может полутень выносить, любят мульчирование, любят, чтобы почва всегда была влажная. Если песчаная почва, то тогда, конечно, нужно перегной добавлять и подкормки. А вот на такой черной дерновой почве остельбы, флоксы, ирисы замечательно растут и без подкормок. Почему за рубежом стараются все многолетние перевести на семенное размножение? Потому что, ну вот, этот куст отобрали в 97-м году. И вот еще только, как всю Сибирь наградить вот этими сортами? Или вот это тоже 97-го года образец. А у нас сколько посадочного материала? То есть здесь необходимо лабораторию инвитра усиливать. То есть пора переходить на вот этот уровень. Ну, по-видимому, тоже финансов у нас маловато в институте, чтобы... То же самое с примулами. Если нет у нас семенного размножения, вот эти самые красивые, крупные примулы, они практически у нас семян не завязывают. Но в Германии что сделали? Взяли, нашли уголочек в Чили, где замечательно завязываются у примулы семена, и там семена выращивают, и семена привозят, выращивают, продают. То есть у нас такой возможности нет, конечно, отборные формы у нас есть, но вегетативно размножить тоже коэффициент-то низкий. Через три года, допустим, 20 штук. Это что такое, несерьезно? Мы взяли на зиму, выкопали кусты, поместили в теплицу. А там очень много инфекции. Стали брать из корневища, из почвы. Инфекции чуть поменьше. От нее в пробирке очень сложно избавиться. Поэтому что решили? Стали брать из бутона. Но бутон открытый оказался тоже уже инфицирован. Для размножения, для укоренения части цветочка. Основание цветка, лепестки, тычинки, пестики. И вот из этого собираемся. Опыт такой уже есть. У меня аспиранка защитилась по ирису сибирскому. Она именно из лепестков цветка, выдала мне 100 саженцев.